Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. В Рио губернатор Вячеслав Федорищев представит депутатам региональный бюджет развития, что будут учитывать в поправках. Как использовать городское пространство креативно использует. 23 художника из разных регионов представили в Самарской Третьяковке свои концепции. Фруктовый лед для медведя, душ для эму и побольше воды для змей. Как сотрудники зоопарка помогают животным пережить летнюю жару. Стоит ли тренироваться в жару и какие упражнения выполнять, чтобы не потерять физическую форму? Советы тренера. Главы муниципалитетов и представители министерств будут встречаться с предпринимателями и обсуждать текущие вопросы регулярно. Такое решение было принято главой региона Вячеславом Федорищевым и озвучено на совещании с представителями бизнес-сообщества Самарской области. Какие еще решения были приняты, расскажем в нашем сюжете. В регионе большой сектор малого и среднего предпринимательства, сильные крупные промышленные предприятия. Но важно понимать, что еще можно сделать для улучшения качества ведения бизнеса. Об этом на совещании с представителями бизнес-сообщества заявил в Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. От этого зависит и наполнение бюджета региона. Его увеличение позволит финансировать важнейшие социальные направления, отметил Вячеслав Федорищев. Кроме того, расширение бизнеса – это рабочие места, и попросил присутствующих выдвигать конкретные предложения по улучшению ведения бизнеса. Глава региона напомнил, что Самарская область в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив опустилась на несколько позиций. Ситуацию нужно исправлять, уверен Вячеслав Федорищев. Вы знаете, что в рейтинге инвестиционного климата по итогам прошлого года Самарская область опустилась на несколько позиций. Цифра рейтинга нам не важна, но за этим стоит конкретная фактура и конкретная работа. Вячеслав Федорищев согласился с предложением руководителя ПАУ Кузнецов Алексея Соболева проводить своеобразные ярмарки возможностей для предприятий МСП, чтобы они могли стать поставщиками крупных компаний. Я услышал, вы предлагаете очень верное решение по крупнейшим заказчикам для внутреннего потребления сделать в течение двух месяцев такие, ну, вот есть ярмарка туда, а есть полноценная ярмарка, где вы покажете все возможности для наших предприятий быть вашим кооператором. Спрошу Министерству промышленности, правительству подготовить в течение лета такую целую серию ярмарок. Глава региона подчеркнул, что главная цель – за лето вдвое увеличить не заключенные контракты, а конкретные соглашения о намерениях, чтобы зафиксировать заказчика и предприятие, которое может быть в кооперации. Виктория Шарая, события. В Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев 25 июня представит на заседании Думы региональный бюджет развития. В поправках учтены такие направления, как увеличение финансирования социальной сферы, поддержка СВО, развитие Дорожного фонда и общественного транспорта, здравоохранение. По словам Федорищева, развитие Самарской области поддерживают в правительстве России, в ключевых министерствах и ведомствах. Итоговую программу с детальным планом действий на пять лет представят в августе. Также 25 июня руководитель региона вынесет на согласование депутатов кандидатуры заместителей губернатора. В Самаре прошла презентация концепции, разработанных художниками из лаборатории «Выход в город». В течение недели 23 творца из разных городов ознакомились с Самарой, чтобы в дальнейшем представить свои работы на одном из масштабных фестивалей города. Подробнее расскажет Полина Чулякова. Казанская художница Алсу Валиулина впервые приехала в Самару в лабораторию городской среды «Выход в город». Коллеги по цеху рассказали ей, что в парке Гагарина недавно упал дуб. Алсу любит и изучает природу, поэтому отправилась в парк посмотреть на когда-то могучее дерево. Увидев пене разрушенный ствол, поняла – это то, с чем она хочет поработать в рамках творческой лаборатории. Я решила продлить его жизнь немножко побольше, продлить память, которая хранила этот дуб, потому что ему 30 лет, это очень много. Я думаю, он повидал очень много событий. А сейчас там находится пень и часть этого упавшего дерева. Если он состоится в таком же виде, то я сделаю некую ткань из принта. Я с помощью естественных материалов, таких как травы, растения, цветы, я все эти материалы беру и с помощью обычного молотка я вбиваю в ткань, как будто бы в данном случае, как будто бы я в памяти возвращаю к чему-то материальному. Вот с помощью такой ткани, такого полотна я обволакиваю это дерево, тем самым показываю другим людям, сколько повидало это дерево. Художники лаборатории городской среды «Выход в город» из Нижнего Новгорода, Казани, Волгограда, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Сыктывкара и Кирова в течение недели изучали Самару, знакомились с ее жителями, ходили на экскурсии и в музеи. После этого в лаборатории рождались художественные проекты на стыке трех направлений – медиа, саунд и паблик-арта. Это удивительный формат, который позволяет раскрыться художникам, дает им какую-то экспертизу, помогает увидеть город, помогает влюбиться в город, в людей. Есть те, кто приезжают, ребята из разных городов, а есть те, кто живут. Это разный взгляд на город, потому что взгляд замыливается у тех, кто живет в городе, они не видят каких-то мест, а со стороны ребята помогают им увидеть по-другому. Развитие современных художественных практик говорит нам о том, что коммуникация с городом может встраиваться разными, может быть, даже довольно неожиданными методами. И получились 23 очень интересных проекта, все очень разные, есть такие задумчивые, есть ироничные. Художественные проекты, которые станут итогом работы в лаборатории, самарцы смогут оценить во время фестиваля «Волга-фест». Полина Чулякова, Игорь Казановский, События. Далее коротко о других темах дня. Объем выдачи ипотеки в России может сократиться на 35%. По итогам 2024 года в России может быть выдано около полутора миллионов кредитов на 5 триллионов рублей. Основные причины падения выдачи ипотеки – трансформация льготной программы. На господдержку приходилось около 60% всех выдач в 2023 году. Еще одна из причин – усиливающийся контроль Банка России за качеством кредитов. Дефицит автомехаников в России достиг критической отметки. На одного сотрудника сегодня приходится до пяти вакансий. Примерно 500 тысяч человек не хватает разным организациям по обслуживанию автомобилей и техники. В Думе для решения проблемы предложили разработать программный документ кадрового развития автомобильной промышленности и смежных сфер до 2030 года. В профессии оператора ЭВМ дело производителя и работника колл-центра не требует высокой квалификации, поэтому подростки могут претендовать на эти вакансии без опыта. Об этом рассказали в Министерстве труда. Число работающих подростков ежегодно растет. В 2023 году было 602 тысячи молодых людей. Они трудоустроились в том числе на период каникул. Минтруд продолжает курс на снятие барьеров при трудоустройстве подростков. Более 70% рабочих мест для несовершеннолетних выделяют в организациях бюджетной сферы. В разных субъектах установлены денежные выплаты при трудоустройстве молодых людей. АвтоВАЗ отозвал автомобили Лада Веста с китайским вариатором. Владельцам данных машин необходимо посетить дилерские центры и проверить уровень масла в вариаторе. Если он будет ниже нормы, специалист проверит наличие стружки в поддоне. В случае ее обнаружения мастер заменит вариатор на новый. Все работы для автовладельцев модели будут бесплатными. Самарцам представили авторский проект члена Союза журналистов России Ирины Лукьяновой «Графомания». Проект объединил стихи и картины известной журналистки главного редактора «Свежей газеты культура». На презентацию отправилась Августина Охременко. Ирина Лукьянова известный в Самаре журналист, член Союза журналистов России, лауреат премии «Золотой пирог губернии». Но в этот раз она представила гостям не свои публицистические работы, а стихи и картины. Рассказывает, что полюбила живопись еще в детстве. Но проучившись полгода в художественной школе оставила занятия. Возобновила их только в 2018 году в студии члена Союза художников России Сергея Беляева. В доме журналиста Ирина Лукьянова презентовала авторский проект «Графомания». Самарской публике представили живописные работы, созданные в последние шесть лет. Пошла учиться, потому что я прекрасно понимаю, что любое занятие, которым ты хочешь заниматься, ты должен делать не потому, что ты решил, что ты такой талантливый, а потому что ты понимаешь, что ты делаешь и как лучше работать с родительными средствами. Вот, собственно, поэтому я и учусь, и да, я абсолютно начинающий, в общем-то, еще находящийся в периоде ученичества человек, который с счастьем занимается живописью. На полотнах можно увидеть пейзажи, натюрморты, портрет мужа, архитектуру. И вот эта доброта, свет внутренний, умение общаться с людьми, умение видеть собеседника, умение видеть жизнь в лучших, в позитивных проявлениях, все это отражено в картинах. У Лукаирия кот ученый, перелиставший календарь, ходить направо обреченный, споет про то, как было в старе, про ту упрямую синицу, что расширяет все границы. Еще одна часть авторского проекта – презентация сборника стихов Ирины Лукьяновой «Всем спасибо» или «У любви много прекрасных лиц». Стихотворные и прозаические тексты журналистка писала всю жизнь, но чаще всего в стол. В этом году впервые опубликовала первый сборник. Я за всю жизнь написала вот такую тоненькую книжечку, которую решила в этом году издать. Здесь проза, стихи, всего 60 страничек, букв немного, поэтому я надеюсь, что, по крайней мере, чтение это не утомит. В книге собраны не журналистские тексты Ирины Лукьяновой, написанные за 40 лет. Сегодня она открылась на этой выставке, на этом вернисаже, для меня с совершенно неожиданной стороны. Многие из них мне нравятся. Они написаны с душой. Они написаны с пониманием того, что человек хочет сказать своей живописью. Посетить выставку смогут все желающие. Августина Охременко, Игорь Казановский. События. Медведю мороженое, птицам душ. Обитатели Самарского зоопарка ищут спасения от жары. И если горожане скрываются от палящего солнца дома под кондиционером, то животные такого себе позволить не могут. Как за ними ухаживают летом, узнала Ксения Баканова. Летний зной явно не по нраву бурому медведю-умке. Если зимой его пушистому меху можно только позавидовать, то летом такая богатая шуба здорово усложняет косолапому жизнь. Сотрудники зоопарка помогают охладиться мишке. Они готовят сладкоежке фруктовый лед. В составе лакомства – вода, свежие ягоды и немного сахара. Получается отличное угощение. Сами по себе животные жару как перетерпевают. Они лежат, спят, отдыхают, меньше двигаются днем. Они практически не едят. Они едят либо рано утром, либо вечером. Им проще, чем нам с вами гораздо. Потому что природа, она животных создала, наверное, уникальными, способными приспосабливаться лучше, чем мы с вами. Бытует мнение, что жару обожают змеи и ящерицы. Специалисты отмечают – это миф. Как и все живые существа, присмыкающиеся не переносят высоких температур. Кто-то старается залезть в поилку с головой, оставив один ноздрь наружу, чтобы дышать. Кто-то лезет во влажный уголок, поскольку в этот период обязательно нужно увлажнять, существовать тому, чтобы животные легче переносили такую жару. Поилка каждого животного регулярно пополняется свежей и прохладной водой. Сотрудники зоопарка тщательно за этим следят. Летний зной легче всего переносят крокодилы, черепахи и рыбы. Ведь в их распоряжении целые бассейны с прохладной водой. А еще в зоопарке устраивают водные процедуры. Эмму в жару любят прохладный душ из шланга. Птицы родом из Австралии, поэтому освежиться всегда не против. Кажется, что еще чуть-чуть и этот красавец длинной шеи попросит потереть спинку. В целом, животные чувствуют себя прекрасно. А самое главное, постоянно ощущают бережный уход. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Синоптики обещают скорое похолодание, но пока июньская жара не отступает. Тем, кто любит заниматься спортом, фитнес-тренеры советуют снизить нагрузку. Но совсем от тренировок не отказываться. А в случае, если вы предпочитаете выполнять упражнения на улице, тренироваться рано утром или поздно вечером. О том, какой необходимый минимум упражнений позволит поддержать себя в форме, в нашем сюжете. Подтягивания с отягощением и взрывные отжимания на брусьях – это минимум, который по утрам выполняет в парке Николай Крюков. Мужчина работает в службе техподдержки, мало двигается, и поэтому в свободное от работы время старается поддерживать физическую форму. Занимаюсь больше для себя, для здоровья. То есть, как таковым профессиональным спортсменом не являюсь. Просто хотел похудеть, улучшить форму. Ну, а дальше уже просто интересно развивать функциональные навыки. По мнению фитнес-тренеров, даже в жару отказываться от тренировок не стоит. Но нужно перенести их на часы, когда не слишком душно – раннее утро или поздний вечер. Пить много воды в идеале с калим и магнием, чтобы поддержать баланс электролитов в организме. И перед тренировкой завтракать. Есть нужно обязательно, потому что если вы не будете есть, у вас не будет просто сил на выполнение упражнений. Ну, за исключением беговых тренировок, что-то легкое. Это может быть, если нет голода, можно съесть йогурт-банан, то есть йогурт-белки, банан-углеводы быстрые, которые дадут вам энергию на тренировке. И если все-таки вы привыкли есть, завтракать нормально. По мнению инструктора, летом заниматься лучше в фитнес-клубе, где есть кондиционеры и фонтанчики с водой. А если вы предпочитаете открытую спортплощадку, не перегружайте себя чрезмерными нагрузками. Сейчас Наташа мне покажет комплекс упражнений, которые может выполнить любой желающий, готовый поддержать себя в хорошей физической форме. Первое упражнение – базовое приседание с резинкой вокруг бедер. Его считают королем упражнений, потому что здесь включаются практически все мышцы тела. Ног, бедер, приводящие мышцы, ягодицы, нижней части спины, нижней части пресса. И ты ставишь ноги так, чтобы резинка была натянута, носочки разверни немножко врозь. И садишься вниз, таз отводя назад. Да, то есть как будто ты хочешь сесть на стул. Корпус наклоняй вперед, колени выводишь сильно. И колени разворачивай чуть-чуть наружу в процессе, ага, да, чтобы резинка натягивалась. Так у тебя будут лучше включаться ягодицы. Это упражнение нужно делать 12 раз по 3-4 подхода. Далее выпады на месте. Они нагружают квадрицепсы, заднее бедро, ягодицы. Также работают мышцы нижней части спины и пресса. Руки бери перед собой. И вот отсюда, от тазобедренного сустава, ты наклоняешь корпус вперед и садишься вниз. Вот ты держишься вертикально, так идет акцент больше на ноги. А если мы девочки, нам зачем ноги уж прям такие сильные? Нам, нет, ноги нужны, конечно, но не до такой. Мы хотим ягодицы больше. То есть мы наклоняемся чуть вперед. Дальше выполняем махи ногами. Это изолированные упражнения на ягодице. По три подхода из 8-15 повторов с отдыхом на 1-2 минуты. Ты наклоняешься чуть вперед, отводишь таз назад, резинка натянута и делаешь мах, сокращая ягодицу. Я сейчас покажу чуть-чуть сбоку. Колено не сгибай сильно, таз ровно и отводи ногу назад. Вот так. За счет сокращения ягодицы. Мах. Мах назад, сжимаешь ягодицу. Да, колено ровно. Да, вот здесь должно у тебя напрягаться. Корпус фиксирован. Только в тазобедренном суставе движения. Да, и не будет у тебя. И живот внутрь направляй. Теперь выполним упражнение на верхнюю группу мышц подтягивания. Подтянуться может далеко не каждый. Для этого можно использовать специальные резинки. Если вы не умеете еще пока подтягиваться без приспособлений, слабые руки, не очень развитые мышцы, то можно использовать всевозможные резинки. И чем толще резинка, тем больше веса вашего тела она компенсирует во время упражнения. Наступай прям на пол, прям смирей. Да, и второе вставление. Ну не должно, а чай. Ага. Так. Теперь берешься. Руками. Повисай. Вот. Ага. И в верхней точке сводишь лопатки. Давай, давай, давай. Далее отжимания. Для облегчения задачи можно использовать возвышение. Это тоже базовое упражнение, при котором работает много мышц. Тут тоже три подхода? Да. Давай, Вика. А по сколько? Ну, минимум хотя бы по 8. 8-10. Да, на ширине плеч. Вставай поближе немножко ногами, чтобы локти, вернее, чтобы плечи были и ладошки на одной линии. Живот направляй к спине, не прогибайся. И сгибай локти назад. Да. И поднимаешься. Здесь прекрасно работает верхняя часть спины, плечи, грудные мышцы. То есть это тоже как раз для осанки прекрасное упражнение. Даже не только для того, чтобы были какие-то там сильные руки, да, а именно вот для того, чтобы была ровная спина, сильная спина, чтобы она держала позвоночник. И мы во время нашей сидячей работы не потеряли свою осанку. Специальные резинки в фитнесе применяют для разных целей. К примеру, длинная резинка для подтягиваний компенсирует часть вашего веса, позволяя выполнить упражнения технически правильно и при этом укрепить руки. А короткие резинки применяют для дополнительной нагрузки на мышцы, чтобы усилить результат. Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События. 12 команд боролись за призовые места в финале районного этапа «Лето с футбольным мячом». На соревнованиях определили победителей, которые представит Октябрьский район на городском этапе турнира. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Жаркая игра в жаркий день. В Самаре состоялся финал районного этапа турнира «Лето с футбольным мячом». За победу сражались 12 команд Октябрьского района. Четыре из них соревновались в возрастной категории 9-11 лет, а остальные 12-14 лет. Моя команда принимает участие постоянно, каждый год. Ребята ждут всегда соревнований. Им интересно больше соревнований, чем тренировочный процесс, так скажем. И они с удовольствием участвуют в турнирах различных. И «Лето с футбольным мячом» не исключение. «Лето с футбольным мячом» – это детский турнир среди дворовых команд. Матчи проходят в каждом районе областной столицы. Он позволяет не только организовать летний досуг для школьников, но и способствует развитию массового спорта в регионе. «Лето с футбольным мячом» – партийный проект, мы его высоко ценим. Призываем школы, призываем дворовые команды, чтобы обязательно принимали участие. Да, это и лишнее, они и без этого с удовольствием принимают. Проводят лето, проверяют свои компетенции, свои навыки спортивные, соревнуются ребята в азарте диком, неподдельном нисколько. Поэтому это очень высокое мероприятие, которое мы ценим. «Футбол – это командная игра. Она развивает как командные качества, так и личные. И даже если молодой человек не продолжает карьеру в футболе, это обязательно помогает ему в жизни». Команды, занявшие первые места, будут представлять свой район на городском этапе турнира. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События. Футболисты «Крыльев Советов» вышли из отпусков и провели первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону. «Акрон» подписал новичка в летнее трансферное окно. Продолжают комплектовать состав и в баскетбольном клубе «Самара». Подробнее в нашей спортивной рубрике. Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» провели первую тренировку в новом сезоне. Занятие проходило на стадионе «Металлург». Сбор продлится в Самаре до 22 июня. Следующий этап подготовки пройдет в Казани. Вместе с основным составом будут тренироваться молодые игроки. Весь основной состав на месте. Отсутствуют пока Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Кирилл Печенин и Амар Рахманович из-за участия в сборах своих национальных команд. А также Фернандо Кастанца в связи с рождением ребенка. Он присоединится позже. А вот Никита Салтыков завершил выступление за «Крылья» в связи со стечением срока арендного соглашения. Бразильский центрбэк Пауло Витор стал первым новичком футбольного клуба «Акрон» в летнее трансферное окно. Он играл в «Ботафога» из «Жоао-Песоа» и «Магуари» из «Бонита», откуда два сезона подряд отправлялся в аренду в португальский «Насьянал», за которым провел 56 матчей, включая участие в играх национальных кубков Португалии. В минувшем сезоне Витор был основным центральным защитником «Насьянале» и помог «Бело-черным» спустя три года вернуться в элиту. Баскетбольный клуб «Самара» продолжает комплектовать состав к новому сезону «Единой лиги». Команду покидает защитник Иван Викторов. Он принял участие в 33 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал два очка и делал один подбор. А вот защитник Михаил Кулагин продолжит выступать за «Самару». В минувшем сезоне он представил клуб на февральском матче всех звезд «Единой лиги», сыграл в 39 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал почти 8 очков. Также Кулагин вошел в тройку лучших игроков «Единой лиги» по проценту реализации штрафных. Еще к клубу присоединился Андрей Сопин, участник Кубка мира в составе сборной России. В прошедшем сезоне он выступал за московскую руну. В женском мировом теннисе параллельно проходит несколько рейтинговых турниров. В британском Бирмингеме уроженка Тольятти Диана Шнайдер в первом раунде обыграла Амелию Раецки из Великобритании 7-5-6-3. Хотя начало матча складывалось для Дианы тяжело. Она дважды отдала Геймана своей подаче, уступала 1-4, но собралась и переломила ход встречи. Следующей соперницей Шнайдер станет чешка Мария Боузкова. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 29 июня команда Стартап Самара в партнерстве с центром Мой Бизнес приглашает на бесплатный воркшоп по созданию и тестированию идей для бизнеса. За один день можно успеть сгенерировать с нуля идею работающего бизнеса или докрутить ее до нужного уровня. Марафон рассчитан как на индивидуальную работу, так и на развитие навыков работы в команде. Подробности можно узнать в телеграм-канале городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Самарцы могут получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти в личный кабинет госуслуг и заполнить заявление. Получить услугу могут юридические лица, ИП и самозанятые, имеющие учетную запись на едином портале государственных услуг. Выдача разрешения на перевозку пассажиров легковым такси на территории Самарской области осуществляется региональным министерством транспорта и автомобильных дорог. Услуга бесплатная, пишет телеграм-канал администрации Октябрьского района. В России в поддержку нацпроекта «Экология» продолжается акция «Выбираю чистый воздух». Ее идея в том, чтобы вместо транспорта на бензине выбрать более экологичные альтернативы. Акция продлится до 22 сентября. Благодаря ей можно позаботиться об окружающей среде и о собственном здоровье. Главное во время поездки на велосипеде или самокате не забывать простые правила безопасности, напоминает телеграм-канал советского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok